День открытых дверей С марта – начало апреля – это практически старт приемной кампании в ВУЗы. Мы подготовили уже сейчас новые правила приема, которые фактически ознаменуют те направления, покажут и ознаменуют начало приемной кампании. Мы будем проводить день открытых дверей 29 марта в 11 утра в медико-профилактическом корпусе, в нашем большом актовом зале. Мы надеемся, что мероприятие будет очень интересно и постараемся внести в него в этом году новый формат. Будет много гостей из Рязанской области, из других регионов, которые будут стараться в том числе и доказать нашим абитуриентам, рассказать им о преимуществах того, что стоит становиться врачом различных специальностей, клиническим психологом и выбирать наш университет, чтобы в нем учиться. Интересно, я думаю, будет всем. Будет экскурсия по медгородку, посмотрят наши молодые юные абитуриенты, родители, наши музеи, наши кафедры. Я думаю, что это поможет им сделать правильный выбор. Скажите, какие медицинские специальности сейчас наиболее востребованы? Ну, востребованы традиционно у нас это лечебно-стоматологические факультеты, на них конкурс самый высокий. Но мы ожидаем и в этом году уже, и в конкурс в предыдущие годы возрастал фармацевтический факультет, в том числе с достаточно активным развитием фармацевтической промышленности в стране. Повышается спрос на специалистов именно уже звена не только провизоров, которые работают в аптечной сети, но и именно специалистов-технологов фармацевтической промышленности. Также медико-профилактический факультет, факультет педиатрический, увеличивается набор на него, и факультет клинической психологии. Конечно, мы ожидаем конкурсы и на факультете среднего профессионального образования, и в этом году у нас стартует новая специальность, это магистратура по организации здравоохранения. Мы надеемся, что открытие именно магистрской программы, она у нас первая в ВУЗе, и в медицине их не так, в принципе, много, у нас сохранился специалитет в образовании. А открытие первой магистрской программы именно по столь важной специальности позволит повысить качество администрирования практического здравоохранения, подготовить сильных менеджеров и повысить квалификацию уже тем главным врачам, которые уже работают и стали профессионалами в своем деле. Надеемся, что эта программа тоже будет у нас востребована и популярна. Скажите, а как будут проходить вступительные экзамены в этом году, и что нужно будет знать? Правила приема, я недаром с них начинал, они достаточно существенные изменения претерпели и по высшему профессиональному образованию, и по среднему профессиональному образованию. Но сразу бы хотел сказать, что у нас не поменялось перечень ступительных испытаний, не на высшее образование, а на среднее профессиональное образование будет введено, так как наши медицинские специальности СПО требуют сейчас определенного вступительного испытания, будет психологическое тестирование. Я не думаю, что она будет сложной, но она позволит, в том числе, абитуриентам понять их склонность к освоению той профессии, которую они выбирают. А в остальном экзамены изменения не претерпели, немного меняются сроки зачисления, есть нюансы по предоставлению документов об образовании. Мы обо всем этом будем говорить на дне открытых дверей, безусловно. Изменился срок, например, по даче документов на специальности среднего профессионального образования, он стал теперь до 1 августа, он сокращен. А дальнейшие сроки уже будут смотреть, исходя из конкурса формирования и зачисления. По высшему образованию не поменяли сроки подачи, но немного изменили сроки зачисления. Я думаю, эти нюансы мы нашим абитуриентам доступно расскажем. И я в своем докладе, я ответственный секретарь приемной комиссии. Поэтому на все вопросы ответим. Я думаю, что все будет понятно. Как вы помните, недавно менялся приказ по вступительным испытаниям, и некоторые вузы меняли их. У нас ничего не поменялось. И те, кто готовились традиционно к химии, биологии, русскому языку, на медицинской факультете, к биологии, русской математике, на клинической психологии, эти вступительные испытания остаются. То есть все стабильно, все так же. Поэтому можно совершенно спокойно подавать документы, поступать. А так все в форме ЕГЭ. И для тех категорий, которые имеют право, это вступительные испытания в форме, организуемой вузом самостоятельно. Расскажите, какие новшества у вас появились? В университете в целом первые новшества и самое главное. И ваш канал освещал наш бассейн, который мы построили в 2013 году. Сейчас он работает уже в тестовом режиме для сотрудников и студентов, для нашей сборной по плаванию. И надеемся, что скоро он будет откроет дверь для всех горожан и будет пользоваться популярностью. Мы планируем много интересного, много секций и групп здоровья. Мы уже сейчас будем реализовывать и готовимся к тому, чтобы он реализовывался как именно социальный проект. Мы ожидаем уже, что к нам придут и детишки из фонда «Наши дети» с Натальей Леонидом и Епихиной проговаривали эту перспективу. Также ожидаем ребят из Солочинского детского дома, что они приедут и эти категории у нас пойдут. Мы будем предоставить отдельное время, отдельные возможности. И, безусловно, это будет абсолютно социальный, абсолютно волонтерский проект. Ну и надеемся, что это, безусловно, не снизит доступность и все смогут поплавать в свое удовольствие и поправить свое здоровье и улучшить физические кондиции. Расскажите, какие еще мероприятия пройдут в ближайшее время? Мы очень много, я сегодня к вам приехал, как раз после конференции общества коллапрактологов российской школы, которую в нашем городе второй раз подряд проводит школу по коллапрактологии в областной клинической больнице, наш совместный проект с Министерами здравоохранения области и ОКБ. И также планируются большие конференции, в частности, Международная конференция Российского общества Сосудистых хирургов в июне, Общество трансактного анализа конференции психиатров в мае. В апреле конференция проводит среднее профессиональное образование и межрегиональная студенческая конференция, студенческая олимпиада по стоматологии. Очень много нового. И, наверное, этот год у нас проходит как раз под знаком большой работы на научно-практическом плане, проведения большого количества конференций, мероприятий, которые, безусловно, способствуют повышению знаний наших студентов и специалистов практического здравоохранения, потому что наша работа в этом плане неразрывна. И вот совместные мероприятия, они очень выигрышны и очень полезны, когда мы видим друг друга, разговариваем, обсуждаем клинические варианты, обсуждаем академические подходы к лечению, вырабатываем правильный стратегический алгоритм лечения наших пациентов. Но для наших пациентов это только плюс. Ну, это из основных, наверное, моментов. Есть много проектов, которые будут реализовываться в этом году, в частности, развитие инфраструктуры. Мы ремонтируем наше общежитие, которое распахнет двери, надеюсь, к концу этого года, которое будет работать для факультета дополнительного профессионального образования, которое сейчас переживает достаточно активный период роста, развитие новых форм, это и сетевого обучения, дистанционных программ обучения, дистанционные модули мы сейчас внедряем практически в каждый цикл. Это позволит нашим врачам, которые работают в глубинке, может быть, в нашей области, в других, активно повышать свою квалификацию и формировать такую таллину непрерывного образования, о которой сейчас много говорится, и мы активно работаем в этом направлении. Поэтому нового очень много, и самое главное, что это новое, это позитивное, и те новые идеи, которые хотели бы, чтобы они всегда только продолжали появляться. Спасибо, что к нам пришли. На этом наша программа подошла к концу. Напомню, что 29 марта в Рязанском медицинском университете состоится День открытых дверей. И на сегодня это все. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова